Книга 12. ТАО. Путь Вознесения Гуманоиды, странствующие между мирами Со временем, гуманоиды, существующие на планетах и звездах в пространстве между великими центральными Солнцами, освоили эфирные технологии, и научились создавать космические корабли, и странствуют между творениями. Нередко, они путешествовали до мест назначения, которые никогда не предназначались поддерживать гуманоидную форму данной природы. Гуманоидная форма, подобно всякой форме, покинувшей какое-то великое центральное Солнце, обладает своей специфической светокопией резонанса, сигнатурой. Многие творения в межпространстве были разрушены своими управителями, которые в свое время были вытолкнуты из иных великих центральных Солнц. В совокупности, это привело к миллиардам, и миллиардам звезд, которые вы видите в вашем ночном небе, каждая из которых, это пятимерное тело, давно вышедшее из другого великого центрального Солнца. Звезды не одинаковы. Мы упоминали о системах на основе углерода, или кремния, которые происходят из великих центральных Солнц, базирующихся на углероде, или кремнии. Ваше великое центральное Солнце, звезда, сформированы на углеродной основе, поэтому вы должны полностью возвратиться к генетической системе на основе углерода, с тем, чтобы вновь войти в свое великое центральное Солнце и вознестись домой вместе с ним. Существует 16 других форм вещества, которые возникли со временем, и относящихся уже к другим великим центральным Солнцам. Например, арктурианцам известен еще один тип системы, которая основана на водороде. В основе размещенных на Земле 6 миллионов лет назад арктурианских отбросов, стоял водород, который был ядовит для углеродной формы жизни. Именно по этой причине, впоследствии произошло падение сознания на Земле. Гуманоиды, перемещавшиеся из одного творения в другое, возможно воспринимали некие схожие подобия в согласованных реальностях, ибо каждое великое центральное Солнце имеет, как энергетическую, так и соответствующую физическую жизнь. Следовательно, имеет место быть планеты и звезды, основанные на кремнии, углероде и водороде, которые принимают у себя гостей, как в физической, так и нефизической формах жизни. Несмотря на то, что физические формы жизни внешне могут казаться схожими, наряду с бурой почвой, зелеными растениями, голубыми небесами, горами, долинами и озерами, окруженными деревьями, в действительности они отнюдь не тождественны. Когда гуманоиды научились путешествовать в другие творения, которые никак не походили на те, что когда-то оставили в своем родном великом центральном Солнце их предки, разрушение, и вымирание становилось все более и более распространенным явлением. Иногда, гуманоидные виды сами вымирали по причине полного отсутствия резонанса с планетой, на которую они прибыли. Однако, чаще было наоборот, и к вымиранию переходила целая согласованная реальность вместе с Солнечной системой, в которую мигрировали нерезонансные с ней гуманоиды. В изначальный замысел гуманоидной формы никогда не входило странствование, перемещение в пространстве между мирами, или создание технологии, которая имела бы к этому отношение. Полностью сознательная гуманоидная форма в вашем текущем великом центральном Солнце живет полуэфирной жизнью без рождения, смерти, или реинкарнации. Главная сосредоточенность жизни заключается в том, чтобы поддерживать поток энергии консенсуса, которому эта жизнь принадлежит, вместе с целостностью великого центрального Солнца. И опыт, окружающих жизнь нефизических реалий предназначен для того, чтобы форма и душа, шли к пониманию созидающих принципов закона. Поэтому, внутри великого центрального Солнца люди не перемещаются между творениями. Они могут свободно посещать их как нефизическое сознание тела Света, посредством того, что можно было бы назвать сознательным проецированием, но они не странствуют в специально сконструированном корабле, который предназначен для доставки их физической формы из одного пространства в другое. В ходе оценок Тао, и великого центрального Солнца, потребность странствовать, и покрывать сверхдальние расстояния на физическом плане, что так сильно стало очаровывать гуманоидов, есть результат смешивания грезы души и формы. В соответствии с созидающим законом, душа может перемещаться между творениями, воплощаясь в различные формы, чтобы учиться, расти и развиваться. Форма, самостоятельно перемещаться не должна. Со временем, и за пределами великого центрального Солнца грезы души, и гуманоидов, смешались и переплелись. После такого смешения, гуманоидов заворожила идея путешествовать в другие творения, тогда как это целиком являлось вещанием, предназначенным только для души. Когда в межпространстве великих центральных Солнц данное искажение проецировалось в переплетение сценариев, гуманоиды развили технологию космических кораблей, а затем покидали одно творение только для того, чтобы заселять другие, уже имеющие свою специфическую жизнь творения. Посещаемые творения, никогда не соглашались принимать таких гостей в гуманоидной форме, или еще хуже того, быть засеянными гуманоидной физической формой, которая была нерезонансной, и вела к вымиранию целого. Возможно, гуманоиды имеют широко развитое понимание науки и биохимии. Однако, подобное понимание никогда не сможет полностью объять все то, что известно и понимается душой, ангелами и дэвами, а генетической информацией, и создании структуры формы. Поэтому, гуманоиды либо прекращали свое пребывание в творениях, которые были нерезонансны с их генетической структурой, либо смешивались с другими гуманоидами, которые несли в себе совершенно непохожую ДНК от других великих центральных Солнц, весьма отличавшихся от Источника, который когда-то покинула их звезда. Смешивание чужеродных ДНК, и нерезонансных форм жизни, в конечном счете, приводило к разрушению, смерти формы через болезни и старение, и таким образом, вымиранию любого творения на всем протяжении пространства времени и формы. История Земли здесь не исключение. Земля пришла к тому, что получила чужеродную гуманоидную форму, и продолжила свой путь с гуманоидной формой, называемой людьми, человечеством, выведенной в космическом корабле сириусианцев. Генетика засеянных семи коренных рас была более или менее резонансной с углеродной системой Земли, в противном случае они не смогли бы уцелеть в своем долгом пути существования. Однако, такие люди уже не были носителями формы, которые обладали их предки при выходе из Великого Центрального Солнца, света-копия была изменена, а многогранное голографическое знание сходило на нет. По изначальному замыслу, гуманоиды никогда не предназначались создавать другую жизнь. Однако, еще раз, трансляция грезы, предназначенная исключительно для создающей жизнь души, переплелась с человеческой грезой, и идея создавать жизнь стала частью грезы гуманоидных существ. Известно, когда некомпетентные для специфической работы существа, стремятся сделать таковую, то как правило, работа наполовину делается ими через заднее место, или терпит полный провал. Так воспринимает Земля, создающих жизнь гуманоидов. В лучшем случае, с натяжкой, они выполнили половину работы, может быть, потому что они могли уразуметь всю сложность подобной задачи. Души со способностью создавать жизнь, не желают взаимодействовать с жизнью, которая подверглась генетической модификации, и стала нисходящей в рамках гуманоидных лабораторий. Поэтому, получившаяся в результате, отобранная на Землю человеческая раса, никогда не имела полностью сознательной формы, и в конечном счете, была не способна на восхождение домой в великое центральное солнце. Это довольно печальный факт, так как многие люди с таким голографическим и генетическим происхождением просто умрут в приближающиеся времена очищения, ибо не имеют в себе того, что требуется для восхождения. Это затрагивает не только красную отобранную расу, но также и еще одну нисходившую расу рабов, созданную плеядеанцами для добычи золотых ресурсов. Продолжение следует...